Севастопольская общественность продолжает высказывать мнение по вопросу использования горы Гасфорта и прилегающей к ней территории. Впервые весомые подтвержденные исследованиями доводы в пользу сохранения этого природного комплекса ученые озвучили, требуя остановить там деятельность Балаклавского рудоуправления. О том, какой была борьба за гору Гасфорта, рассказывает Виталий Иванович Лысенко, кандидат геологических наук и доцент кафедры географии океана Севастопольского филиала Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Эта гора должна была полностью быть ликвидирована, вырезана, в общем-то, до дна. Были даже такие, в общем-то, прожекты, что там должна была находиться яма, глубиной, будем говорить, где-то около 120-140 метров, то есть до уровня воды. Общественность города выступила против, это было самое настоящее тоже выступление общественности. Можно сказать, что на сам Гасфорд во время одних выступлений прижал до тысячи человек, севастопольцев, которые и отстояли этого. Именно Гасфорд, он объединил общественников города Севастополя, города Севастополя объединил. Вы понимаете, что иногда у нас подписывались под обращением против разработки горы Гасфорд, ни много ни мало, а больше 50 тысяч за день. Понимаете? Вот мы стояли на Приморском бульваре, и 50 тысяч человек подписалось, и вот это вот, в общем-то. 4 папки, 4 папки, да, вот проходящиеся. У нас несколько было, ну, активистов, которые вот это стояли, вот собрать такое количество.